Доброго времени суток, господа товарищи тонкисты! Приветствую вас на игровом канале Восход, с вами я Михаил и мы продолжаем играть в общий тест 9.9 в World of Tanks и сегодня у нашего внимания так называемый мышонок или маусенок, кто его как называет, замена нашему общему знакомому тапку в девятом уровне немецкой ветке развития тяжелых танков. Вот такая вот хреновина, кредит. Да, когда я его взял в ангар... Первое впечатление было, что взяли корпус мауса, впихнули орудие Е100 и получилась так называемая имба, то есть супертанк для нагиба. Потому что, ну, броня мауса с альфой Е100 в 750 единиц урона. Да ну это же супер! Правильно? Ну вот, снарядил я его и отправился в рандом. Откатав боев 10, ну как-то появилось чувство, что что-то где-то что-то вот... ну не так вот. Где-то меня пытаются обмануть. Начал разбираться. Разбирался долго. Купил в ангар мауса. Купил тапка. Е100, слава богу, был. Начал сравнивать характеристики. И так крутил, и еды крутил. Первое внимание, конечно, не привлекло орудие. Сравнив его то, что дали маусенку и то, что есть у Е100, пришло понимание, что это... что это ну просто наем. Что дали-то дали. Вроде как 750 единиц альфы. Но орудие-то порезали. Понимаете, порезали. Сведение больше. Разброс больше. И так не особо точное орудие Е100 превратилось вообще в кошмар. Им, конечно, можно попадать, но... сами понимаете, что Е100 он не всегда попадает. А уж этой хреновины на дальние дистанции, ну это тут... надо вводить дополнительный пункт удача, и тогда... как-то... как-то так будет. Следующее, что привлекло мое внимание, это броня. Броня это, конечно, наше все. Первый взгляд вроде как корпус от мауса, но при подробном разборе оказалось, что это совсем не так. Что корпус-то он похож на корпус от танка мауса, но не совсем. Первое, что привлекает наше внимание, это отсутствие на корпусе, впереди корпуса, на гусеницах. Ну, я их назову нахлобучки, на гусеницах, которые закрывают где-то до половины гусеницах. Вот здесь такая нахлобучка на маусе. И она довольно-таки сильно выступает вперед. Что на правой, что на левой гусенице. И таким образом образуют... Скажем так, они выступают и как бы закрывают с краев вот этот квадрат НЛД, где у нас 200 миллиметров брони. И когда вы встаете на маусе ромбиком, эта нахлобучка, она закрывает ваше НЛД. Понимаете? С одной стороны и с другой. Вы встали ромбиком и закрыли. И все хорошо, и вас никто не пробивает. А здесь таких нету нахлобучек, ребята. Нету. Вы понимаете? И как я на нем не крутился? Под какими я углами не вставал? Вас запросто шьют эти 200 миллиметров, которые у вас в НЛД. И не то, что девятые и десятые. Восьмые ЛЛ пробивают. Легко и непринужденно. Плюс разработчики, по-видимому, вспомнили о тапке и решили что-то внести такое. Ну, чтобы... Чтобы мы все помнили о тапке. И они решили установить пулемет. Ну, и он, конечно же, прекрасно бьется. Шьется только в путь. Ну, и, конечно же, нельзя не отметить вот эту прекрасную хреновину на башне. Она настолько прекрасна, настолько здоровая, что про какой-то ближний или средний бой, ну, в принципе, наверное, можно забыть на мышонке. Потому что, ну, говорят, да, что он не всегда пробивается. Но это примерно не всегда пробитие, как у Е5-го американского. У него он тоже не всегда пробивается. Но в основном он-то пробивается. Все мы это прекрасно понимаем. Плюс барта башен. Ты, конечно, понимаешь, что 200 миллиметров. Но зачем в этой башне окошки делать, я не понимаю. Чтобы экипажу легче было покурить? Ой. Ну, еще грусть печалит, конечно же. Динамика и скорость с мышонком. Она хуже, чем у Мауса. Нет, вы только вдомайтесь. Хуже, чем у Мауса. Нас Маус... Маус нас обгоняет, вы понимаете? Это жестоко. Это просто жестоко. Нет, броня-то во всех остальных местах хорошая. Она, как у Мауса. Рикошетов много. И половина дамага, которая идет в вас, вы будете легко блокировать этой броней. Это все супер. Ну, слабых мест очень много. И боюсь, что на этом танке... Ну, все-таки люди будут страдать. А если хотите Алифу 750, качайтесь на Е100. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Всего хорошего. До свидания.